И там такая заварушка начинается. Кишки, кровь, руки, ноги, оторванные, голова. Ну, понятно, все по классике. Всем привет, меня зовут Марина, и сегодня я расскажу вам о книгах, которые было очень страшно читать. Ну и, конечно же, будет логично начать с Короля ужасов Стивена Кинга и его книги Оно. Но прежде чем начать, я хочу попросить вас подписаться на мой канал и поставить лайк, если вам нравятся такие видео. Возвращаемся к Стивену Кингу. Так, вот такая вот книжка, такой огромный прям кирпичик. О чем речь? Есть городок Терри, и в нем пропадают дети. Зло здесь проявляется в нескольких обличиях, основной из которых это Пеннивайз. И на мой взгляд, самое страшное, это клоун. Я после этого вообще клоунов не люблю. Главным героем книги являются семеро друзей, один из которых это Билл, и у него как раз-таки пропал брат из-за Пеннивайза. То есть он там очень даже поспособствовал. Друзья решают бороться со злом, но стоит учитывать, что зло-то тоже с кулаками, и оно тоже на них нападает. И такие мерзкие, такие страшные вот эти вот нападения. Это и монстры, и какие-то иллюзии по типу ванной комнаты всей в крови, когда там вот из крана течет кровь. Фу, это просто ужасно. И особенно, если у вас хорошо развитая фантазия, я это читала, и мне прям трясло от этого. Но еще что очень страшно, у каждого ребенка есть не только проблемы мистического характера, но и реальные проблемы. Это физическое, психическое насилие, гиперопека, наоборот, отсутствие внимания родителей, травля. И вроде бы они побеждают зло, все заканчивается, все классно. Ребята взрослеют, но получается так, что зло возвращается в город, воплощение ада снова в деле. И да, друзья возвращаются снова в городок и снова пытаются бороться со злом. Огромная, конечно, книга, и на мой взгляд, здесь много сюжетных линий, которые не очень-то нужны, их можно было бы как-то убрать. Но, знаете, Стивен Кинг не был бы Стивен Кингом, если бы тут таких подробностей не было. И продолжим разговор о самых страшных книгах, обратившись к Брому. Бром очень похож своими страшилками на Стивена Кинга, но у него как раз-таки нет этих скучных подробностей. А еще стоит отметить, что Бром художник, поэтому все его книги снабжены потрясающими невообразимыми иллюстрациями, которые еще больше передают жуть, описанную в книге. Здесь можно было бы показать каждую его книгу, потому что они все жуткие и страшные, но хочу начать с вырывашки. Что-то я прям непривычно на ту сторону взял книжку, ну, как-то у меня всегда с этой стороны, ладно. В книге идет повествование о игрушках, которые ночью оживают. Казалось бы, знакомая история, да, это же история игрушек, хей. Нет. Однажды отец Томаса, главного героя, маленького мальчика, видимо, из командировки, привозит ему такую игрушку, которую он вешает ему над кроватью, и она вроде как должна отпугивать злых духов от мальчика. Но когда он вешает игрушку, она падает на пол, разбивается, и из нее выходит злой дух, вот этот самый вырывашка. Выходит он прямиком в под кровати, начинает уничтожать других добрых игрушек, порождать мерзопакостей и пытаться загладеть душой Томаса. И вот здесь игрушки стараются прийти на помощь своему маленькому другу. Кажется, будто бы это сказка для взрослых, такая вроде детская, вроде про игрушки, но здесь же убийства, здесь всякие мерзости. Но я все про книгу рассказала, книгу не показала, сама хоть иллюстрация-то я вам как-то, наверное, должна показать всякие тут красивые вот эти вот. Но вот это конкретное издание, оно, конечно, отличается от других его книг, оно такое и большого формата, и мелованные страницы, очень много иллюстраций. Вот это вообще шикарное, так что да, она того стоит. И еще одна книга Брома, это «Потерянные боги». И если вы хотите побывать на экскурсии в аду, то добро пожаловать. Главный герой Чет выходит из тюрьмы и едет к своей девушке. Девушка еще и беременна, но по совместительству она дочь судей и, естественно, ее семья против их отношений. Чет предлагает ей сбежать, она соглашается. И бежать им особо некуда, и они едут к его какой-то такой странникой бабушке, похожей на ведьму. И оказывается, да, бабушка реально непростая, она его убивает. Но девушка, конечно же, этого пока что изначально не знает. Чет попадает в чистильще и понимает, что его сумасшедшая бабушка хочет что-то сделать с его девушкой, с их будущим ребенком, убить их, а, возможно, кое-что похуже, там, украсть душу, ну вот что-то такое. И он понимает, что ему нужно вернуться. И, в общем-то, весь сюжет и строится на поисках выхода из ада. И там такая заварушка начинается. Кишки, кровь, руки, ноги, оторванные голова. Ну, понятно, все по классике. И сюжет также крутится вокруг того, что в чистильще обитают забытые, потерянные боги. Это боги, в которых никто не верит, в которых уже все забыли. Они, по сути, погибают, но ведь существуют души, которые вообще ни во что не верят. И вот они попадают в ад, и их же можно склонить на свою сторону, заставить поверить вот в этих богов. Но также за эти души еще борются демоны. Эти демоны хотят убить, уничтожить богов. И там тоже вот так вот все запутано. И Чет должен помочь богам, потому что, ну, так он сможет как бы там выбраться. И они ему тоже там, возможно, помогут. Хаотичное, конечно, повествование. Не всегда понятно, что как работает, какая иерархия тут есть. Но страшно и интересно. И кто бы что не говорил, но ужастики Стайна – это классика. Я в детстве мечтала их все собрать у себя на полочках, все их прочитать. Но пока что моя не сбывшаяся мечта. И так, если посмотреть где-нибудь на Авито, ну, понимаете, они стоят дороже, чем стоили раньше. И вот думаешь, почему они такие популярные. Ну, ладно, ты дошла от темы. Так вот, самым страшным для меня ужастиком был вот этот «Запретные тайны». Это середина 19 века. Есть у нас две сестры – Сьюзен и Виктория. И идет война. Так получается, что они остаются на белом свете друг у друга всего лишь одни. И Сьюзен встречает жениха. У них там заключаются отношения, все понятно. И он возит двух сестер в свое имение «Черные розы». Конечно же, конечно же, это мрачное, жуткое, какое-то там готическое имение. Встречает сестер не очень-то радостно. Начинается череда угроз, смертей и всего подобного. И я до сих пор помню, что самое страшное для меня в этой книге было, когда то ли голову, то ли что, одной там женщины нашли запеченные в духовке. Там текла кровь и такая... До сих пор это помню. А дальше у нас пойдут не такие ужа, чьи-то страшные-страшные истории, а жуткие по-своему. И первая книга – это «Десять негритян». Я недавно рассказывала о ней в подборке про десять самых лучших детективов. Речь здесь идет о том, что на таинственный остров приглашают десять никак не связанных между собой человек. И тут их начинают просто методично убивать. Бывают их в соответствии с детским стишком про десять негритян самыми изощренными способами. И вот здесь жуть брала именно от того, какие это были способы, как это все проворачивалось и кто же это делает. Следующая книга – это «Калечно-малечно. Магический реализм». Здесь история о девочке Кате, которая совсем не уделяет внимания родителям. Оно и понятно, они постоянно работают, работают очень много, зарабатывают мало, как тоже традиционно, да, все. При этом отец Кати еще и типичный опьюзер, который недовольство своей жизнью, работой вымещает на семье. И в книге даже был такой момент, когда Катя наблюдала на детской площадке за игрой отца и дочке, и там у них все было так мило, все так хорошо, и ей хотелось так же, но, увы, нет. В школе она считается отстающей, учителя ее недолюбивают, одноклассники откровенно травят. Хотя она тянется и к родителям, и к одноклассникам, особенно там к девочке Ларе, но все пьют ее по рукам. Но однажды в ее жизни случается настоящее чудо, появляется Кикимора, такое интересное создание, вообще непонятно откуда взявшееся. И сначала, конечно же, она добавляет ей проблем, например, распускает варежки, которые Катя связала к уроку труда, связала с большим трудом, но потом Кикимора понимает Катю и начинает ей помогать, и они становятся командой. В общем-то, это грустная книга о несчастливом детстве девочки, которая никому не нужна, кроме Кикимора. Следующая книга «Парфюмер». Я надеюсь, меня не забанят за вот эту обложку. Главный герой Жан-Патис Крин-Уэй невероятно чувствительным к запахам. И он осваивает парфюмерное ремесло, а параллельно пытается придумать такой идеальный запах, который может влюбить в себя любого человека. То есть, если ты его нанесешь, будучи каким-то там ужасным человеком, жестоким убийцей, то в тебя все влюбятся. Все это запаха. А чтобы создать такой аромат, он убивает ни в чем не повинных девушек и забирает их запахи, чтобы все их соединить и получить вот этот вот идеал. В общем, он маньяк, и от этого берет жуть. Это так все мерзко, но читается на одном дыхании, наверное, потому что автор очень красиво может описывать мерзости. И последняя книга, которую я хочу отметить, это «Повелитель мух». Самолет, в котором летели дети, потерпел крушение. Все дети оказываются на необитаемом острове, и сначала они ведут себя цивилизованно, они добывают пропитание, распределяют обязанности. Такое получается мини-общество. Но почувствовав вкус свободы, безнаказанности, вседозволенности, дети попросту превращаются в дикарей. И они считали, что у них там где-то вот на горе живет какое-то страшное-страшное животное, но они даже не подозревали, что настоящие звери — это они. Книга так ярко показывает, что может случиться с человеком, если отмести все социальные рамки, нормы, приличия, мораль, общественное давление, мы превратимся в животных. Вот так. Непростая книга, конечно, но определенно достойна вашего внимания. И сегодня я рассказала вам о самых страшных книгах, книгах, которые действительно могут вас напугать. И будет классно, если вы в комментариях также поделитесь своими страшными-страшными книгами. И на этом у меня все. Всем пока!